Идеи, достойные распространения, пропустить нельзя. Подробности на TEDx Новокузнецк. Добрый день, дорогие друзья. Пока я там читаю презентацию, я хочу поблагодарить организаторов за попытку организовать Новокузнецк и племя учредители TEDx. Я так скажу, что все погодили. Слымовы все. Ну, кто захочет, конечно, записаться на эту книгу. К сожалению, на TEDx не все ролики имеют подстрочные крючки, но довольно много есть, поэтому имеет смысл найти и посмотреть. Я собираюсь с вами, когда я понял, что где бы я не стоял, я кому-нибудь буду мешать, поэтому я с вашего эфира буду плавно ходить в этой сцене, чтобы мешать все мотинами. Вот я решил поделиться с вами мыслями, которые в последнее время меня все больше занимают. Эти мысли связаны с проблемой. Проблема очень простая. Она колоссальная, и, я бы сказал, неудержимая рост бюрократии, чиновников и прочих людей, называемых себя менеджерами, которые активно-активно работают и ничего ценного для нас не производят. И по большому счету, как мне кажется, мешают нормально, мы будем работать. Ну, вот, что с этим делать, или каким вам предложить лекарство, я могу обрисовать вам проблему, что-то не работает у себя. На примере хорошо известных вам уже тут звучало воспоминание стандартов СО, значит, очень кратко. С чего все началось? Когда-то давно, лет 50, 100, 150 и далее тому назад, изготовителей было мало, потребителей было мало, и для того, чтобы не говориться о качестве, сроках, о количестве, о всем, что нужно договариваться, о ней, что называется, по-русски ударяли по рукам, и все. На этом все наканчивалось, больше ничего не надо. Как мы знаем, в традиции русского купечества даже бумаг можно было бы написать, поскольку, честное слово, вам достаточно. Ну, потом стало развиваться массовое производство, производителей стало много, изготовителей стало много, стало ясно, что невозможно, чтобы каждый потребитель ударил по рукам с каждым изготовителем того, что ему нужно, и что тогда решили. Решили, ну, одновременно, кстати, происходил процесс, по мере того, как росло количество и разнообразие производимых продуктов, качество стало средненьким потихоньку, потому что гонолизм, естественно, за количеством, побострее, побольше, вот, и качество было непосредственно, и тогда потребители придумали такую штуку, опуская изготовитель, значит, нам поставляет продукцию с некоторой бумажки, которые будут удостоверять, что эта продукция устраивает нас по его качеству. Эта бумажка, вы ее хорошо знаете, называется сертификат, она возникала, как результат, ну, объективно, скажем, измерений, так называем, третьей стороной. Зависит лаборатория, меряет какую-то продукцию, выдает бумажку о том, что все нормально. Дальше оказалось, что бумажки тоже стало не хватать, потому что стабильные качества, значит, когда большие объемы, проверяется небольшой объем продукции, да, выборочная партия, и потребители поняли, что этого им недостаточно, только такой бумажки, хорошо бы еще послать своего человека, опять же, условно, третей стороной, к тому вот изготовитель, чтобы он посмотрел, как у него все там работает, хорошо или плохо. Ну, вот этих людей стали называть аудиторами, и они стали ходить по предприятиям-изготовителям, смотреть, как работают там все процессы. Но дальше мир все время развивается, технологическое развитие продолжается, разнообразие продуктов нарастает, количество их нарастает, и дальше возникла очень простая ситуация. Представьте себе, что вы изготовитель чего-то такого, что нужно многим. Ну, например, металл, как бы мы вчера были на металлургическом и кузнецовом комбинате, или там шерепоподшипники вы делаете, они нужны и часовщикам, и атомщикам, и авиациям, и танкистам, и кому бы угодно, да. Но вся проблема, как бы выяснилась по ходу жизни, заключается в том, что этот каждый, кто угодно, доверяет только своей третьей стороне. И поэтому в предприятия стали ходить аудиторы многочисленные, значит, поскольку атомщики посылали своих, военные своих, там, химики своих и так далее. И вот люди, которые реально работали на российских, ну, или советских сходить в предприятиях в конце 70-х, 80-х годов, они уже говорили, что совершенно невозможно стало работать, потому что не то, что даже каждый месяц приходит какая-нибудь команда аудиторов, а чуть ли не каждую неделю ходит. А они же работать не дают, они обликают, и они за ваши деньги, как бы, вы их кормите, ходите, встречаете, провожаете, и они вам дают еще бумажку о том, как вы работаете. И тогда кому-то пришла такая светлая мысль в голову, а давайте мы не будем проверять качество отдельных продукций, да, и виды продукции, там, мерить все эти железки, нет смысла, а давайте вместо этого будем проверять, как устроили процессы на этом предприятии, и тогда мы от всех аудитов продукции можно избавиться, заменив их аудитами того, как вообще работают эти люди. И тогда возникли хорошо известные вам стандарты ИСО-9001, которые, казалось бы, сняли проблему, да, теперь вместо многочисленных аудитов, там, ну, отдельных видов продукции, я не рассматриваю только здесь продукцию, которую нужно проверять по условиям безопасности, да, то можно ограничиться одним аудитом. Ну, некоторое время казалось, что все хорошо, равновесие нашли, но дальше оказалось, что ИСО-9000 нам недостаточно, нам нужен еще экологический менеджмент, потом нам нужен менеджмент охраны труда и безопасности, нужна социальная ответственность, нужна информационная безопасность. Параллельно всему этому в разных отраслях люди спохватились, а что были сказали, нам недостаточно ИСО-90001, нам нужно у нас свои дополнительные кучи требований, они сделали стандарты 16949, аэрокосмическая отрасль АЭС-9100, телекоммуляционные отрасли, ТЛ-9000, военные сделаны ГОСТ-РВ-15-01, уже недостаточно СУ-90001, у них куча дополнительных требований, в этом году появился стандарт 500001, надо заниматься энергоменеджментом, энергией надо управлять по своим параметрам, а дальше появились, ну не появились, они всегда были, наше все, Газпром сказал, что у меня будут свои стандарты, я условно это назвал Газпром, вы только по ним работаете, если хотите, Газпром работает, а в апреле этого года я был на преференции в Нижнем Новгороде, там выступал представитель РЖД, он сказал, что уже принято решение с 2015 года все площадки РЖД обязаны работать, сертифицировать себя по стандартам РЖД, вот я вчера когда ходил пока к РМК, я думал, что генные металлурги, они же работают на РЖД, значит, кроме интегрирования системы, а потом у них же какие-то энергопотери, да, там же в 3-половильном цехе вы видели это уже энергия, значит, им наверняка придется внедрять стандарт к железной дороге, ну и так далее, в общем, что это все означает? Это означает рост бумаги в невероятных количествах, рост числа людей, которые выделяются на ведение этих работ, рост времени, в которое мы тратим, если хочется переключаться, за это надо управлять на всякого рода совещания, заседания, совета, по качеству и прочих мероприятий. Ну, это вот, между прочим, параллельно возникающее явление, которое мы все хорошо знаем, 3 дня и 109 тысяч всего за 60 тысяч рублей, а вот в середине, посмотрите, замечательное объявление, я первую побавшую с интернет перерисовал, 195 тысяч настоящее внедрение интенсив, не просто что-нибудь, а интенсив. Замечательно. Значит, что это все означает? Мой доклад называется «Менеджерская фабрика». Тернин ввел Джон Сэддом в своей замечательной книжке. Это что такое «Менеджерская фабрика»? Это то место, где принимаются решения и обрабатываются информации в отрыве от работы. Работа идет сама по себе, вот у центра зелененькая работа, а все остальное это нарывы, если хотите, там, или включения. Почему я говорю нарывы? Потому что если по-хорошему подходить, просто это бывает очень редко, я почти не знаю, там, они где-то осуществлены, по-хорошему все это должно быть встроено в работу. И тогда не нужно никаких специальных систем, никакого менеджмента, потому что если это встроено в работу, то там есть и безопасность, и экология, и все, что хотите, информация и так далее. А если это вот так, то это менеджерская фабрика, а дальше эти ребята начинают работать сами не сидят. И они совершенно отрываются в реальной жизни, потому что ну так, уже надо зарабатывать, получать зарплаты и так далее. Я пытался накануне по-десски к вам выяснить, сколько у нас всяких органов, занимающихся такими идеями. Мне не удалось выяснить, но некоторые цифры я вам приведу, потому что те, которые мне удалось найти. Значит, оказалось, что у нас в России 1100 систем добровольной сертификации. 1100. Теперь дальше я пытался понять, а сколько в каждой системе есть органов по сертификации. Данные эти мнения удалось, но ГОСТ-Р это известно. Поэтому в системе ГОСТ-Р 1600 органов по сертификации. Я не беру сделать оценки никаких средних, потому что по одной выборочной точке это сделать нельзя. Я просто обращаю ваше внимание на то, что это же не только. Я вам рассказываю на примере качества. На мой взгляд, это повсюду, потому что когда я общаюсь со своей родственницей врачом на Ставрополе, она говорит, что она с утра до вечера пишет бумажки, потому что все больше ее заставляют писать бумаги для того, чтобы учить детей. Преподаватели в школах все больше пишут бумажки для того, чтобы учить детей. То же самое в ВУЗах. Институт, в котором я работаю, получил недавно измены науки бумажки о том, что институт должен отчитываться по 48 показателям. И пришлось создать целый специальный отдел, который занимается подготовкой бумажек для министерства, чтобы, ну, 48 показателям. Надо же про каждый что-то написать, отчет. Значит, что с этим всем делать? Ну, для стимкачества я лекарство придумал. Оно мне очень нравится, это вот основная вещь, с которой я хочу поделиться. Надо отменить все сертификаты. и проблемы никакой не будет. Все органы будут. Смотрите, я не говорю отменить стандарты, обратите внимание. Стандарты надо оставить. Стандарты вещи хорошие, стандарты собран, аккумулирован, мировой опыт, как не допускать тех ошибок, которые уже были наступили. Поэтому стандарты надо оставить. А вот эту бумажку надо отменить. Тогда все органы по сертификации займутся чем-нибудь полезным. Консультанты многочисленные, помогающие нам внедрять вот эти наросты на теле здоровых процессов, они тоже займутся чем-то полезным. Ну, вот, что делать там с другими вещами в медицине, в образовании и так далее, это надо думать, а не просто я сейчас не верю предсказать. Вот. Но можно придумать варианты решения и там. Значит, главная проблема, которую я вижу, системные причины всего, что происходит. Она очень простая. Мы с вами почему-то забыли. Вот, великий предприниматель Матусита, есть маленькая тоненькая книжечка, очень симпатичная, которой изложили его принципы успеха в бизнесе. Перец, номер первый, вот он здесь написан, он мне очень нравится, поэтому я люблю повторять. это нечто такое, что одни люди делают для счастья других. Когда я был маленьким, мой дедушка меня с детства приучил вот к этой пословице, кто не работает, тот не ест. Своего отца я никогда в жизни не видел, поэтому дедушка у меня была вместо отца. Ну вот, размышляя последнее время вот эти проблемы, я понял, что эта пословица неверная, ну не совсем верная или не точная, если хотите, почему, потому что эти же ребята работают, собрадовички, просто они ничего не делают полезного для других людей. Они работают на себя, вот эта межская фабрика, она замыкается сама на себя, потом разрастается, и как бы но где-то в перспективе она все может съесть. Вот и великий человек Петер Грокер когда-то тоже сказал замечательную фразу, что нет ничего более бесполезного, чем эффективно делать то, что не нужно делать вообще. Поэтому основная идея, которую я так, это я не туда, что я стал вертеть, которую я хочу закончить, значит, это мы должны по-видимому пытаться воспитать хотя бы следующее поколение с нашим, это уже все не надежно, но вот в рамках такой модификации кто не работает для других или для счастья других, тот не есть. Спасибо. Идеи достойное распространение пропустить нельзя. Подробности на TEDx Новокузнецк.